всем привет всем привет всем привет всем привет в общем сегодня у нас с глебусом распаковка наших новых каяков вы давно просили меня рассказать про надувной каяк на котором я последние несколько рыбалок плавают но я решил что сделаю распаковку совместно точнее я специально ждал чтобы сделать именно распаковку сразу двух каяков посмотреть как будет гребус на нем плавать ну и вообще рассказать попутно что это за плав средства если конечно гребус в общем в этом сезоне как вы уже поняли вы увидите скорее всего наши совместные рыбалки не только на одной лодке но и будем пробовать плавать с ним на двух разных плав средствах причем глебус даже будет снимать видео для своего канала у него там уже достаточное количество подписчиков и люди ждут от него рыбалок поэтому он будет плавать на своем каяке снимать я на своем но и будем какие-то совместные челленджи устраивать собственно поэтому у нас как бы ну для того чтобы разнообразить контент на канале поэтому нас теперь два новых каяка и есть но еще также буду в таком же формате соревноваться с агентом z следующий раз тоже возьму агента z чтобы она тоже поплавала и почувствовала этот весь кайф от водного туризма и ловли сплав средства ладно не буду затягивать вступление давайте скорее распакую расскажу вообще что это и почему и попробуем с лебусом заплыть это его сегодня первый раз и наконец-то по делу говорить все погнали погнали и так каяки поставляются вот в таких вот сумочках это сумки рюкзаки можно одеть на спину да и таскать в общем то без каких-либо проблем это каяки от компании тайм-треал кстати огромное спасибо этой компании это они предоставили мне эти два каяка для того чтобы мы так сказать развивали рыбалку и развивались сами да глебус да молодцы в этом плане если это сумка рюкзака твоя пробу как я смогу его паскать ты его суда ты его не сможешь потаскать на спине ну давай так 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 стой ты все спокойно на самом деле да каяк легкий я не помню конкретно его вес все ссылки я естественно оставлю в описании там полностью есть на сайте тайм-триала технические характеристики можете зайти соответственно и посмотреть но по-моему он порядка что-то 13 килограмм весит легко одной рукой поднимается но даже лебус единственное что конечно чтобы носить его нужно более правильно укладывать я возил в машине поэтому набросал как зря ладно лебус давай спускай давай их надуем уже тоже мне хочется посмотреть как ты будешь плавать что находится внутри этого рюкзака точнее какая комплектация у каяка идет то есть он поставляется с вот таким надувным креслом потом я покажу как его ставить вот сам каяк су что говоря это твой каяк получил ни разу не плаванный так вот так вот он выглядит длина у него 360 сантиметров то есть достаточно большая лодка но она узенькая и за счет этого соответственно достигается и и быстроходность плавать на ней просто вот не знаю просто реально сказочно да вот надпись глебус на моем написано щука или смерть да кажется так тут правда не видно но ничего сейчас я буду надувать и это все станет уже разгладиться у моего каяка точно такая же комплектация единственное что в комплект мне еще добавили вот такое вот надувное дно в будущем я попробую как на нем стоять но вообще конечно просто прибавляет комфорта она достаточно теплая с него стекает вода не знаю в общем с ней комфортнее сидеть чем просто без надувного дна в остальном же комплектация второго каяка точно такая же я сейчас буду накачивать оба каяка и расскажу о одном нюансе в принципе каяки собираются буквально за пять минут особенно есть электронасос это вообще происходит очень быстро но нюанс в том в установке сиденья это пожалуй единственный такой момент который вызывает поначалу трудности но я об этом сейчас расскажу подробно не помню сказал или нет но и седло и надувной пол здесь из аирдек то есть это пол высокого давления седло высокого давления и накачивать такие штуки нужно до 0 8 атмосферы то есть это реально там высокое давление они становятся прочными как камень надувной пола за аирдек у этого каяка он напоминает прям доску для серфинга я думаю что в принципе да для летних развлечений с детьми то есть ты можешь также на нем надуть и стоять но по крайней мере мы это попробуем устанавливается каяк дно легко и просто пол надутый просто задвигается вперед в общем-то и все и достаточно сильно увеличивает и жесткости я же говорю то есть с каяка с весел льется водичка или по крайней мере я так еще грибу и получается что здесь она все стекает и на дно а это всегда сухое ну и соответственно если плавать по холодной погоде будет намного теплей то есть воздушная подушка небольшая теплопроводимости поэтому будет тепло даже вот как в общем-то на лодке с надувным дном низкого давления у меня так теперь касаемо установки сиденья она устанавливается в полу надутый каяк ну точнее почти надутый вот сюда но крепится на очень интересным образом который может поначалу вызывать трудности я вообще когда смотрел ролики как другие устанавливают мне казалось что это вообще очень сложно нет на самом деле это не так но требует небольшой сноровки вот это вот не на пластиковую палочку нужно просунуть вот в эти вот пазики и и скрепить сиденья поставить на борт каяка закрепить и тогда она будет достаточно прочно держаться по крайней мере мой вес выдерживает без проблем сейчас покажу как я это делаю принципе это заняло ровно одну минуту но вот поначалу я сначала не мог понять как вот это вот сюда-сюда но говорю после вот сколько у меня уже рыбалок 5 на каяке в общем-то это все уже почти стало как бы автоматически все продевается все проходит ну и немножко пвх наверно растянулся поэтому вот так сейчас также креплю вторую сторону ну и все и единственное что потом это сидушка крепится вот такими штуками ремешками к вот этим вот петлям на борту каяка ну и соответственно регулируется наклон спинки туда-сюда а еще такой момент сидушку наверное ну по крайней мере для моего роста лучше сдвигать в самый конец потому что я так сначала поставил посредине мне ногам не хватало мест но меньше кажется будет более правильно сдвигать сюда вот как-то центр тяжесть забыл сказать самое главное эти каяки они же специально ориентированы под рыбалку даже вот смотрите название фиш каяк то есть это в отличие от классического какого-то каяка или байдарки у него более как бы богатая комплектация здесь крепление для спиннингов еще какие-то дополнительные плюшки сам у него сами борта толще ша сам он шире немножко имеет другую форму такие носовые тенты для того чтобы тут коробки складывать еще что-то единственный какой нюанс это все ведет к тому что он не такой быстрый как классические каяки или байдарки но это я говорю о той а той информации который сам вот подчеркнул из интернета но я попробовал плавать на этом каяке ребята это настолько быстрая штука и настолько удобно что никакая грибная надувнушка вообще с ней не сравнится по скорости тут достаточно сделать пару грибков и ты уже обгоняешь маленькую вот эту надувную лодочку которая ну самые вот классические надувнушки я вот сейчас пришел к мысли что вообще как бы маленькие надувные лодочки на мой взгляд теряют смысл потому что вот такие вот штуки типа каяков они намного быстрее и удобней и как и сидеть как и плыть единственное что вот если приобретать лодку надувную мне кажется уже с каким-то либо ндн д либо с твердым дном а все что ниже она не такое удобное даже вот даже в плане посадки потому что это я говорю как человек который проплавал на обычных лодках у меня было десять разных плав средств и вот теперь каяки и перед отплытием еще один нюанс как крепится весло на самом деле здесь вот есть такие штуки но классические для весла держатели честно говоря я так и не понял как то не особо на них удобно весло ставить но здесь есть вот такая штука я так понимаю она конкретно и удобно для того чтобы весло устанавливать трассы все и весло на борту по крайней мере я и пользуюсь и достаточно удобно а вот эти вот рога кстати так и не знаю как то мне показалось не совсем удобно может они вообще для другого